всем привет здравствуйте мои дорогие друзья авторская программа давай поговорим сегодня я хотел бы разобрать пару интересных мыслей из стиха есенина которая называется анна снегина это была такая купчиха очень богатый человек из его родового помесья и вот это длинное длинное стихотворение можно сказать как поэма даже есть такая такие строки из этого стихотворения которое затрагивает душу людей до сегодняшнего дня которые формируют свое мнение различных событиях происходящих войне различных конфликтов которые происходят в европе они были раньше и сегодня продолжается и также россия переживает тяжелые времена сегодня как и тогда сто лет тому назад и вот есенин он пишет в стихотворение анна снегина такие строки обрати внимание отношения его тем военным событиям которые проект которые проходили первой мировой войны с четырнадцатого года но потом будет революция и так далее и тому подобное сегодня через сто лет все это продолжается дальше всякие вооруженные конфликты и вот его отношения он пишет война мне всю душу изъела за чей-то чужой интерес стрелял я в мне близкое тело и грудью на брата лес я понял что я игрушка в ты лужи купцы да знать и твердо простившись с пушками решил лишь в стихах воевать я бросил мою винтовку купил себе липу и вот с такой это подготовкой я встретил семнадцатый год вот если разобрать это стихотворение немножко что мы здесь видим война мне всю душу изъела есенин говорит и миллионам другим русским людям и в европе конечно тоже здесь никто не хочет войны за чей-то чужой интерес за интерес какой-то кучки людей умирали то время и умирает сегодня огромное количество молодых людей сотни тысячи людей стрелял он в близкое тело и грудью на брата лес что разве сегодня за сто лет что-то поменялось ничего не поменялось потом он пришел к осознанному пониманию кем он является в этой игре он говорит я понял что я игрушка то есть люди которые участвуют вот в этих во всяких операциях они как игрушки в ты лужи купцы да знать а в тылу там в московии да там купцы сидят знать бизнесмены крутые политики и так далее и тому подобное которые никогда сами и своих детей туда не погонят лезть на близкие тела на братьев как говорится и твердо простившись с пушками решил лишь в стихах воевать хорошее решение да то есть вместо того чтобы с пушками лучше стихами и лишь какой-то другой деятельностью заниматься это гораздо полезнее бросил мою винтовку купил себе липу и вот с такой-то подготовкой я встретил семнадцатый год ну и он не жалеет об этом что липу себе купил никакой него подготовки особой не было как и сегодня люди не готовы убивать и друг друга и идти на войну и это очень здорово что таких людей все больше и больше становится люди которые осознанно понимает что эти люди они являются пешками игрушками в очень такой глобальной мощной информационной и прочих воин вот такое тебе небольшое небольшая тебе такая мысль на размышления подумай да в каком мире ты сегодня живешь и вот есенин он молодец он сто лет уже тому назад во всем этом разобрался а а Субтитры создавал DimaTorzok